Чем отличается менеджер как администратор процесса, начальник отдела от лидера человека, который силой личности влияет на силу личности других людей? В чем там ключевые различия? Перестал понимать зачем. То есть потерял смысл. Четыре года подряд мы бьем отраслевые рекорды. Я как топ-менеджер. Я выиграл конкурс коммерческий директор года. Написал книгу в 45-й год, будучи в найме. И она стала там бестселлером. Я член управления компанией. И заходя в следующий год, я понимаю, что мне неинтересно. Я не могу не задать тебе этот вопрос. Коучинг все еще зло? Ну я таких как-то не знаю. Добрый день, дорогие коллеги. И я запускаю серию интервью с сильными личностями, с сильными лидерами. И очень символично, что самое первое интервью сила лидера будет с Максимом Батыревым. Человеком, которого я считаю одним из самых сильных лидеров, которых я встречала. Автором бестселлеров 45 татуировок менеджера и 45 татуировок личности. Менеджер года, коммерческий директор года, бизнес-спикер года. Это все там номинации, которые он собрал. Ну и, конечно, это сильный предприниматель, батарев консалтинг-групп, численность компаний очень большая, разные направления бизнеса. И мы с ним поговорим, а что же такое быть сильным лидером? Максим, привет! Спасибо, что ты согласился. Да, я с радостью всегда. Наше с тобой многолетнее сотрудничество, партнерство. Ты уже в этом году в восьмой раз приезжаешь в Владивосток, да, по-моему? Восемь лет точно. Восемь лет точно. Мне кажется, даже у нас пару раз в год было. Ну ладно. Да. В общем, давно мы знаем друг друга. И, наконец, мы добрались до интервью. Да, да. И, знаешь, первый хочу тебе задать вопрос. Очень символично, что у тебя первая книга «45 татуировок менеджера», а вторая «45 татуировок личности». И мне кажется, в этом есть какая-то эволюция, ну и твоя лидерская, да, и, скорее всего, та же эволюция, в которой проживает любой руководитель на своем пути. Вот как ты думаешь, чем отличается менеджер как администратор процесса, начальник отдела от лидера человека, который силой личности влияет на силу личности других людей? В чем там ключевые различия? Ну, мне кажется, порассуждаем с тобой, давай, вместе, да. В первую очередь, что лидеры, наверное, они отличаются виженом большим. То есть они придумывают себе, как они хотели бы, чтобы было, и потом уже натягивают на свой этот глобус все остальное. Масштаб личных, как бы масштаб целей больше, да? У менеджеров есть задачи, которые они выполняют в рамках видения лидера. Вот, наверное, вот так вот правильно буду сказать. Потому что далеко не много менеджеров обладают прям видением. Вот, что такое видение, да? Это вот когда ты спрашиваешь у директора какого-нибудь, скажи, пожалуйста, через три года, какой ты видишь свою службу, какая она должна быть, на каком принципиально другом уровне. И раз и теряются многие топы, коммерческие директора, финансовые директора и так далее. Потому что они в рамках задачи, которые поставлены перед их подразделением, их компанией, они делают свою работу. Вот, а чтобы вывести там на принципиально другой уровень своих людей, свою команду, ну, так размышляют немногие. И, как правило, эти немногие, они становятся визионерами там предпринимателей. А второе, наверное, что менеджеры, они людей воспринимают, в первую очередь, как такой, в хорошем смысле слова, ресурс. То есть, для выполнения задачи, да? Есть люди, команда, они ее, там, любят, возможно, там, и так далее. Но это ресурс для выполнения задач компании. Лидеры, на мой взгляд, они относятся к человеку, который у них работает, как к личности. У которого есть свои мотивы, свои сомнения, там, свои переживания. И они человека уважают. Вот. Мне кажется, уважение, это, наверное, ключевой скилл такой, ключевая характеристика лидера. Когда он не просто как к ресурсу, как к винтику в системе, как к сотруднику относится, а именно как к личности. А ты что думаешь? Ну, я здесь с тобой абсолютно согласна в видении и в масштабах цели, да? То есть, лидер смотрит вдаль, а менеджер смотрит в сегодня, что я сегодня для этой дали, да? И когда... И ведь многие же менеджеры, они хотят перейти на новую ступеньку, развивать вот этот лидерский потенциал. И я с тобой согласна, что нужно развивать вот эту возможность, способность видеть чуть дальше, прогнозировать, создавать. И да, сначала-то горизонты вот такие будут, да? Или там вот такие узкие, но со временем, со временем это будет все переходить. Ну, я абсолютно с тобой согласна, что менеджеры смотрят на людей, как на ресурс. И знаешь, это прямо по таким триггерам можно. Ой, эти уйду, других наберем. Незаменимых людей не бывает. Незаменимых не бывает, да? Ну, их правда не... Ну, вообще-то правда. Их вообще-то правда не бывает, но когда это говорится с пренебрежением, да? Да, да. Потому что я иногда... Вообще, когда это транслируется. Да, просто, например, там бывает ситуация, когда приходит руководитель, блин, у меня уходит такой-то сотрудник, я расстраиваюсь, я говорю, ну, огорчительно. Давай проведем диалог, подумай, почему уходит, но убиваться поэтому не надо. Незаменимых не бывает. Найдем, воспитаем, учтем ошибки и посмотрим, как будет дальше отношение развиваться. Ну, и я бы еще добавила не просто как к личности, а как к капиталу. Ну, даже... Ну, да, классно, классно. Потому что я тогда, как лидер, буду в него вкладываться время, деньги, знания, да? То есть мне же нужно, чтобы капитал рос, да? А значит, я туда должен внимание, энергию свою инвестировать. Поэтому у меня с тобой очень схожее видение, да? И я думаю, что этот переход возможен между менеджером и лидером, да? Вот, давай как раз об этом поговорим, потому что ты не просто из менеджера перешел когда-то в лидерскую позицию, да? Ты перешел потом в позицию предпринимательскую и более того в позицию мета-лидера, да? Вот кого я называю мета-лидерами? Это руководить лидеры, под которыми другие сильные лидеры, да? То есть ты уже сейчас в своей группе компаний, имея разные направления бизнеса, на этих местах имеешь самостоятельных сильных лидеров. Да, я очень рад этому. Ребята, спасибо вам большое, я вас люблю. Да, это особенный труд ими управлять, да, особенный вызов. Скажи, что для тебя стало вот этими поворотными? Можешь ли ты вспомнить эти этапы перехода? И что было, может быть, ключими событиями или инсайтами, когда ты от менеджера превратился в лидера? От лидера пошел в предпринимателя. А от предпринимателя, который сам все держит, превратился вот в этого мета-лидера, который управляет ток стратегией, видением, а всем остальным твоей командой? Классный вопрос. Такой, на него нужна длительная рефлексия. Но попробуем мазками общими, давай так сказать. Потому что, с одной стороны, сложно, а с другой, просто. Наверное, первое, я как менеджер очень много читал биографии лидеров. И ты так или иначе все равно становишься частью этих людей. Начинаешь понимать, какие они мысли, вдохновляешься их историями. И когда ты стал частью Стива Джобса какого-нибудь, каких-то выдающих личностей, полководцев, не знаю. Мне кажется, читать биографию успешных руководителей, собственников, основателей бизнеса, это очень важно. Потому что ты начинаешь по-другому мыслить, другими категориями. То есть, ролевая модель какая-то появляется, какой-то пример, который воодушевляет, хочет своему следовать. Ну да, что-то откликается, ты думаешь, о, как классно. И это стало частью тебя. И у меня такая, собирательный образ очень. Потому что даже не могу сказать, кто мой наставник. Потому что и мне их сотни, сотни. И что-то от каждого взял и немножко вырос. Потому что, как ты правильно все время говоришь, недостаточно знать, надо попробовать мыслить, как эти люди, и потом делать, как эти люди. Ну, что-то, наверное, получилось. Что касается лидерства. Посмотри, а потом вот ты стал лидером для своей команды, когда ты был в найме и дошел до самой верхней позиции. Что случилось с вот этим переходом в предпринимательство? Когда ты сказал, а, пожалуй, я готов сам, со всеми рисками, возможностями, но я готов выйти из найма. Ну, не все так просто. Давай, давай. Я никогда слух это не говорил, тем более на видео. Я перестал понимать, зачем. То есть потерял смысл. Четыре года подряд мы бьем отраслевые рекорды. Я как топ-менеджер. Я выиграл этот конкурс коммерческий директор года. Написал книгу «45-урок», будучи в найме. И она стала там бестселлером. Я член управления компанией. И заходя в следующий год, я понимаю, что мне неинтересно. Вот прям, знаешь, если я встал в 5.30, я ехал на работу, хвостиком виляя. Я однажды проснулся без 5.09. Мне так страшно стало. Я 13,5 лет раньше всех приходил на работу, а тут вот сил нет. И я, мне кажется, такой, так, я кончился, по-моему. Я пришел к собственнику разговаривать. Я говорю, мне кажется, я все. Надо, давайте что-нибудь придумаем вместе с вами, другой бизнес какой-нибудь откроем и так далее. Потому что я очень хорошо к нему отношусь и до сих пор, да, люблю его, там, и благодарен за то, что я с ним много лет проработал. Он там, хорошо, да, подумаем. И вот он думал, там, месяц, два, три, потом я опять пришел. Я говорю, ну, в общем, он говорит, нет, ты мне нужна в этой роли. Я говорю, у меня есть замена, весь зам мой, сильная там девушка, да. Вот, он, нет, ты мне нужна в этой роли. И, а я понял, что я в этой роли не могу больше. И так как я был тем человеком, который, как заказчик, взаимодействует с внешними спикерами, которых ты знаешь всех, Радислав, Игорь, Борисович Ман и так далее, да. Вот, я на них смотрю все время, ну, то есть я обучал людей там постоянно, да, приглашал этих людей в компанию, организовывал выезды к ним. Я подумал, что мне это нравится, мне это откликается. Вот так получилось, что мы с собственником не договорились, хотя я предлагал ему другое какое-то направление открыть. Если бы он согласился, скорее всего, я бы остался с ним, да. А с другой стороны, был какой-то такой интересный рынок, потому что обучать людей, передавать им свой опыт, свое видение и знать этих людей, и понимать, что они делают примерно, мне очень так вот прям, что-то как огонь внутри, знаешь, появлялся. И это эволюционно, вот я так и вышел, собственно, да. Ну, то есть, если вот так взять как маркеры, чтобы другие могли взять, да, то есть в какой-то момент твои личные карьерные цели перестали совпадать с тем, что мог дать бизнес. Ну, да. Да, и ты в открытую пошел поговорить об этом, потому что чувствовал, что так надо, так правильно. Знаешь, что самое интересное? Я ни разу не ходил, то есть я сам внутри компании себе цели придумал всегда. И вот пока я рос, ты продавец, да, продаван, как я и говорю, там все просто, я хочу стать лучшим в отделе, потом раз, ладно, я хочу стать лучшим в компании, там, стал, о, теперь я хочу быть руководителем отдела, стал, хочу быть лучшим руководителем отдела, стал, хочу там, и вот так раз растешь. По горизонтали, лучше по горизонтали, по вертикали. Потом уже члены правления, я говорю, там дальше некуда, да. Там потолок просто, да. Я говорю, год, два, три, потом и все, я не понимаю, как бы дальше что. И я первый раз в жизни пришел к руководителю, говорю, помогите мне найти, потому что все равно человек с приставкой само, вот это и самомотивация, самоконтроль, самопридумывание цели себе. А тут я потерялся, я пришел за помощью и при всем уважении к этому человеку, да, вот он говорит, нет, ты оставайся, пожалуйста, еще пару лет, тройку, а сил уже нет. Здесь тоже такое, знаешь, я думаю, что и ты взял на будущее главный, важный вывод, что если мы не даем рост внутри нашему человеку, иногда это правда возможно. Нам надо просто его отпустить, потому что заставить, принудить, да, выполнять ту работу, которую человек уже перерос, ему неинтересно. Ну, скорее всего, это будет не просто неправильно, а даже вредить бизнесу через какой-то момент. А я его тоже понимаю, знаешь, почему? Потому что он мне давал все, как наемному руководителю. Чуть еще надо, да? Да, у меня большая зарплата была, да, я много получал. По тем временам я получал, ну, я знаю сейчас собственника бизнеса, который спустя столько лет до сих пор такие деньги не получает. Вот, то есть он мне прям помогал социально, и там когда какие-то вопросы были, и он искренне не думывал, что ты еще хочешь, типа. А я хотел движения вперед, вот. И, может быть, это там как-то воспринималось с его стороны, я не хочу, чтобы он так думал, как предательство, типа, я тебе столько всего дал, там, ты у меня вырос, и так далее. Ну, блин, мотивация с мыслям, это самое главное. Ответ на вопрос, чтобы что, а когда этого нет ответа, ты просыпаешься без 5-9 и ненавидишь себя просто, потому что... И тошнит ехать на работу, да? Да, к сожалению, так, да. Ну, вот, если взять как вывод, то важно, чтобы произошло вот это осмысление, вот этого перехода. Что мои карьерные цели больше не совпадают, и компания прям, правда, ничего не может мне дать, да? И взять на себя смелость, перейти в какую-то другую, новую роль. И когда ты в нее переходишь, идти за внутренним откликом, как у тебя это вот обучение, развитие других людей, потому что ты в этом в компании отвечал. И вот ты начал быть предпринимателем, сначала прям самостоятельным, у тебя была очень небольшая команда. Сейчас у тебя сколько человек команда? Ну, если так взять... Ну, если группу в компании взять, больше 200. Больше 200. И понятно, что ты уже ими не управляешь, да? Вот расскажи, как произошел здесь переход, когда ты понял, что уже невозможно держать все под своим контролем, нужно привлекать сильных. И вот перешел к этому управлению лидерами, да, растил под собой лидеры, или приглашал этих лидеров. Когда случился тоже какой-то или событийный, или смысловой переход? Ну, мне кажется, это нормально. Вот ненормально всю жизнь руководить, понимаешь? Там, организация, мотивация, планирование, контроль и так далее. Ну, да, я хороший менеджер. Я знаю, что если я впишусь, я не знаю, как сказать сейчас правильно, красиво, чтобы это было, но, может быть, я из каждого проекта вытащу больше результатов. Ну, а с какой смыслом в этом? Зачем я тогда всю жизнь работал, 22 года, да, для того, чтобы самому руководить? У меня есть сильные люди. Возможно, они не настолько там компетентны в менеджменте, в управлении, вот, как я, но они никогда не будут компетентными, если я не дам возможность руководить. Я начал тихонечко отходить в сторону, вот, и говорить, я тебе доверяю полностью, вот, полностью делай ошибки. Если я нужен, ты меня привлекай, пожалуйста, привлекай. Сначала много привлекали, все меньше, 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 и вот так эволюционно, раз, и у них и свои компании сейчас, они и сами предприниматели, эти люди, потому что у них, конечно же, доля, да, вот. Вот, я очень редко перемешиваюсь, если кризис, там, пандемия или еще что-то, да, если нужны стратегические цели поставить, страцессия, там, и так далее, и то сейчас они сами это делают. Вот, или, ну, там, сложная ситуация, когда нужно просто попросить помощи, там, старшего наставника, я от этого кайфую. Не от того, что я, там, могу себе позволить колесить по всему миру, значит, и мне дивиденды приходят, да, от того, что, там, или ребята работают, а от того, что они реально самостоятельные личности, сильные, одни из лучших в своих отраслях, каждый, они сами придумывают идеи. Вот, я думаю, вот, как бы, это, вот, настоящие последователи, амбассадоры, да, которые защищают мои интересы и которые теперь в своем деле лучше, чем я. Лучше, если бы я продолжал заниматься микро, ну, даже менеджментом, да, без микро-менеджментом. Даже без микро, да? Да, менеджментом. Просто операционным управлением, да? Да, менеджментом. Они бы никогда не были. Вот, допустим, Иван Полининов у меня есть, который занимается, там, он наустройкой, отделом продаж, аудитом, и у него команда своя, да, большая. Ну, небольшая, но команда. Там он круче, чем я сейчас. То есть, он в управлении продажами реально разбирается лучше. Просто потому, что я дал возможность ему это в свое время. И он красавчик. Вот, то же самое Саша Чуранова касается, Татьяны мои, которая в организации форумов, Юля Бушуева, да, которая лагеря делает и так далее. Вот, я очень счастлив. Не всегда получается. Не всегда получается, честно скажу. Потому, что есть проекты, где ты дал человеку свободу, а он не в состоянии вырасти или не хочет, там, или мотивации у него нет. Он вот как вот копошится на маленьком проекте. И вот тут такой вопрос, да, вот смотри, ты правильно сказал про доверие? Ну, как бы, мне откликается, не знаю, правильно, для многих это сложный вопрос, да, вообще вопрос доверия. И вот где вот эта тонкая грань между доверием и доверчивостью? Да, доверие, я знаю, верю в то, что ты можешь, но я не становлюсь доверчивым там предпринимателем, который там не замеряет какие-то метрики, не держит. Вот для тебя где эта тонкая грань, и вообще чувствуешь ли ты ее? Или, может быть, это как раз те проекты, где не взлетело? Не-не, финансовые результаты надо контролировать. Про финансовые результаты? Чем больше свободы, тем больше контроля. К сожалению, так должно быть, особенно... Больше маркеров, скорее, да? Не то, что глубже, а больше маркеров, да? Да, то есть мне нужны там еженедельная, ежемесячная, в зависимости от масштаба проекта, отчетность финансовая. Либо в онлайне, чтобы они вели, да. Вот, и я, конечно, сверяюсь. Иногда привлекаю даже независимых экономистов, для того, чтобы они мне там показали какие-то цифры, потому что я там нехорошо, не сильно хорошо в управлении, что я могу читать. Вот, все в порядке, да. И они знают то, что, как бы, я бизнес все равно под присмотром, так или иначе. И если я увижу сильное отклонение где-то, то я, к сожалению, не буду вмешиваться, им это надо. Тем более, еще раз скажу, у них доля у всех, они сами сооснователи, да? Вот, и у них предпринимательская позиция по этому. То есть это и их бизнес тоже, и их бизнес. Ну, я на протяжении этих восьми лет видела твою эволюцию как предпринимателя, да, что разные заходили в команду люди, и у тебя, скорее всего, уже есть четкое понимание, кто твой лидер, вот тот лидер, с которым ты можешь запустить проект, да, двигаться дальше, создавать там что-то интересное, новое, да. Как бы ты обозначил ключевые характеристики лидеров, которые с тобой вот могут идти дальше, и ты готов их брать в свою команду? Если сейчас такую странную вещь скажу, но мне проще, чем многим другим, потому что если человек прочитал четыре моей книги про 45 татуировок, и они им откликнулись, и он говорит, блин, я такой же точно отключил, то все. Это мой лидер, мой. Если человек говорит, ну, такие тоже бывают среди друзей мои, слушай, ну вот там я прочитал, с половиной не согласен, не мой, понимаешь? Или там я бы поспорил. Ну, значит, мы просто разные по ценности. А по сути я задекларировал свои ценности в этих книгах еще. Вот как-то так еще. Это такая первая сверка по ценностям. Но ты, например, в предыдущем ответе упомянул, что иногда ценности вроде совпадают, а способности и потенциал не тот. Вот в способностях и потенциале что отмечаешь для того, чтобы понимать, вкладываться мне дальше в развитие этого лидера, да, потому что ты там и время, и силы, и знания свои передаешь, наставником являешься. Или пора прекращать? Что там в твоем объекте наблюдения? Я бы сначала одну скажу, а потом отвечу на твой вопрос. Я как-то возил детей прошлым летом в Саратовскую область, да, к бабушке. И это юг, и я еду обратно, а там огромное количество фур. Ну, это же хорошая машина, не буду там хвастаться, да. Я не могу ехать быстро, потому что там сплошная полоса, фуры двигаются скоростью 40 км в час. Я понимаю, какой бы раскачанный не был автомобиль, я вынужден следовать за вот этой фурой. То же самое касается там руководителя отдела продаж, допустим, который есть. Ты никогда, как собственник, сколько бы амбиций у тебя не было, да, не прыгнешь выше головы, если твоим продажам управляет человек, который там не хочет, не может развиваться. Вот, он как та фура, которая, ну ты, да, крутой, ты себе нанял подчинение тех людей, которые, к сожалению, тормозят все, да. Вот, и все твои амбиции, они вообще не имеют значения, потому что ты окружил себя такой командой. Вот, и, слушай, да может быть разный вариант, честно скажу, потому что иногда человек просто недоученный. Вот у меня прошел твой курс силы лидера один человек, да, что-то понял для себя, научился разговаривать с сотрудниками и прям сильно очень вырос. Наконец-то, наконец-то. Иногда у человека там не хватает внутренних амбиций каких-то. То есть он вышел на уровень дохода в полтора раза выше, чем его среднее окружение, да, чем его одноклассники. И он уже счастлив и доволен. Все ему достаточно. А его там очень сложно толкнуть дальше. И там разговоры из серии, там, глубина человека определяется глубиной перспективы, там, отдавай захоти, там, что-нибудь другое, да. Вот я не могу с этим ничего сделать иногда, потому что это не его. Ему хорошо и так. Он в маленьком городе. Его скорость 50. Да, на удаленке где-нибудь работает. Вот. И ты не можешь из него выжить, потому что это вот дагестанская фура, блин, которая в горку идет. И так тяжело, понимаешь, что ты что-то от него еще хочешь. Вот. Иногда бывает, у человека там проблем в жизни. Разводится он там, да, и он сильно там упал. Я, конечно, с такими не расстаюсь. Я выжидаю, пытаюсь помочь, привлечь специалистов, которые там психологически ему помогут и так далее. Не могу точно ответить на этот вопрос. Но я знаю точно, что я честен. Как-то есть. Я делаю для него все, что могу. Могу выждать какое-то время. Это может быть даже год. Вот год. Если разговоры, мотивация, перспективы, вознаграждение, которое ему сулит успешный проект, мы вместе считаем, сколько он может заработать и так далее. Но если он и в этом случае, когда я сделал все, что мог, не смог вырасти, к сожалению, мы либо закрываем проект, либо меняем руководителя. Ну, вот, знаешь, мне прям слышатся такие ключевые вехи. Может быть, они у тебя так в голове полочками не лежат. Но первое вехо, что я слышу, это внутренний запрос на развитие. То есть человек говорит, я недоученный, но я готов учиться. Я не понимаю, но ты мне объясни. Мне эмоционально плохо, но я готов пойти к психологу, а не сказать, я сам, не трогайте меня. То есть это внутренний запрос на развитие. Второе, способность разгоняться. Ну, то есть быть чуть амбициознее, чем ты привык. Прикладывать усилия для того, чтобы там педаль в пол и двигаться вперед. И вот этот внутренний волевой ресурс, чтобы у человека был на разгон. Чтобы он как будто бы выше своей головы хотел прыгнуть. Вот для тебя таких как будто бы два ключевых вектора, чтобы не просто там совпадение по ценностям, а еще постоянный запрос на развитие. И вот готовность все время себя двигать вперед, преодолевать, разгонять свою внутреннюю фуру. Может быть уже пересесть на какой-то спорткар. Очень хорошо, что ты за меня доформулировала. Да, я согласен с тобой. Наверное, так. Ну, коль ты уже упомянул программу «Сила лидера», я не могу не задать тебе этот вопрос. Коучинг все еще зло? Блин, Диана, ну ведь тогда, когда я писал об этом, я, наверное, подозревал, что где-то есть выдающиеся люди, которые могут мне объяснить обратную сторону. Это человек ты. Ты знаешь прекрасно об этом. Я всегда тебе рекомендую. Несмотря на то, что написал это, я иногда говорю людям, которые уперлись, когда уже мои управленческие там советы, да, я вижу, что они не помогают человеку, я понимаю, что надо тебя привлечь. Не нужно коуча, а надо привлечь Диану Кровлину. Ты знаешь, что я тебе много клиентов отправляю, да. Ну, я таких как-то не знаю. Ну, я знаю сотни людей, называющихся коучингами. Диана Кровлина одна. А как про инструмент коучинг? Ведь ты его сам уже много используешь в работе. Вопросы задаешь глубокие, сильные. Вот когда ты начал вот так смотреть и так спрашивать, какие ты сам заметил изменения в своей команде или в себе? Ведь мне кажется, твои изменения и трансформации начались с того, что ты эти глубокие вопросы себе начал задавать. Да, я считаю, что коучинг – это компетенция лидера. Лидера. Я согласен. Если ее грамотно использовать, то очень аккуратно надо. Не лезть в душу человека, не давать советов. Уметь правильно рефлексировать и так далее. И я действительно задаю эти же вопросы коучинговые и своим клиентам в том числе, и на мастер-классах, и в книгах даже пишу. Ответ на вопрос. Чтобы что? Чтобы что вы работаете. Очень коучинговый вопрос. Чтобы что вы живете, да. И так далее. Но, но я считаю, что иногда рановато коучинг применять где-то, да. Когда ты там, ну, просто такой средненький менеджер. Пожалуйста, научись там играть по правилам сначала. Хотя бы, узнай там базовые функции менеджмента, да. Иногда рановато клиенту идти на коучинг. Потому что он может иногда ответы на свои вопросы найти из более простых инструментов, не копаясь там в себе, да. Ну и самое главное, проводник. Это очень важно. Я почему на эту главу написал? Потому что тех проводников, которые я встречал, которые прям, знаешь, что тебя отличает? Сильно отличает. У тебя вообще абсолютно отсутствует личная корысть. Ты не хочешь понравиться. Ты не хочешь заработать денег на этом. Ты не хочешь продать дополнительные продукты. Ты не хочешь подсадить на абонентское обслуживание. Да, вот так вот и так далее. Ты растворяешься в своем клиенте и хочешь ему помочь. Вообще так должен любой профессиональный коуч поступать, да? Без личных амбиций. Ну, я с тобой абсолютно согласна. Почему вот, да, мы с тобой, наш с тобой знакомство началось с моего диалога с тобой, пока я читала книгу, да. То есть многое мне вообще откликается. Многое говорю. Давай об этом поговорим. Посмотрим с разной стороны. И я даже понимаю, почему ты написал коучинг зло, да? Потому что коучинг – это инструмент. И вот то, что ты сейчас говоришь, что этот инструмент, который должен быть в арсенале любого лидера, подпишусь под каждым словом. Можешь не быть коучем, да? Можешь не получать никаких сертификаций. Научись правильно спрашивать, правильно слушать. И вовремя. И вовремя, да? Но как инструмент у него может быть как сильная сторона. Ну, грубо говоря, он может быть по назначению, может быть нет. Как любой инструмент. Вот, я не знаю, прописанный бизнес-процесс. Может быть по назначению, может быть нет. Может быть на пользу, а может просто забюрократизировать всю систему. То же самое с коучингом. Его нужно применять знать кому, знать как, знать время. И самое главное знать зачем, какой ты хочешь результат, да? Хорошо это сформулировал, да. Поэтому, ну конечно нет. Нет. Но если бы написал книжку «45-й турок лидера», я бы написал, что коучинг в бизнесе не зло. А вот «45-й турок менеджера», я считаю, что надо быть с этим аккуратнее. Ждем новую книгу. Давай. «45-й турок лидера». Спасибо тебе. Ждем до встречи в Владивостоке снова. Спасибо, Владимир. Мне очень радостно, как много людей приходят на твои мероприятия у нас здесь, в Владивостоке. А значит больше людей будет разделять очень сильные менеджерские и лидерские ценности. Круто. Люблю тебя. Я тоже.